...отенциальных бойцов-борцов за желтую майку. Поэтому, в общем-то, совершенно разноплановые гонщики сегодня могут переодеться в желтое. Именно 173-м гонщикам был дан один и тот же результат. Причем в самом-самом хвосте оказался Эндрю Таланский в этой группе. Еще бы немножко, и он поймал бы просвет, как это, допустим, сделал Ларас Бум. И для Бума, в принципе, вчерашний этап очень неудачен. Потому что команде нужны дополнительные доводы в пользу ее продолжения и в этой охоте на спонсоров. Бум один из тех гонщиков, которые надеялись на то, что они нормально проедут Британию, а потом на брусчатке Париж-Рубе сумеют перехватить. Желтые одеяния сейчас уже определенные сложности возникают. Хотя все зависит от того, как он проедет, конечно, сегодняшний этап. Ну, а Рачиро есть, а Рачиро. Этот уже приклеил к нему все-таки то, что он самурай велосипедный. Самураи, да и еще и вся семья такая же, точно, самурайская. На 60-ке Кольнаго. Чисисанта. Юбилейный велосипед. Обратите внимание на его конфигурацию. Тут все, в принципе, классика. Но вместе с тем, ну, имеется в виду, что все привычно тем, кто ездит на Кольнаго. Единственное, что трубы стали мясистее. И они стали рифлеными не только сами, но и, в принципе, вот эта рифленка, все эти ребра жесткости переходят теперь уже и в узлы тоже. Велосипед очень отзывчивый, очень жесткий. И Арнадемар. Прокол заднего колеса у действующего чемпиона Франции и бывшего чемпиона мира среди молодежи. Отличного спринтера, главной спринтерской надеждой Франции на сегодняшний день. Передняя. Ну, у всех свои знаки характерно. Как-то Ольга Забелинская делилась тем, что никак не могли пробиться к ней. И она считала, что не совсем поняли, какое же колесо у нее прокололось. И она говорит, что в результате получалось, как морская азбука. Она то одной рукой, то другой рукой, то ногой, то так, то сяк. А техническая сегодня приезжает, не приезжает. Ну, наконец, она пробилась к ней, но в тот момент, когда она даже упала слегка. Там была такая достаточно курьезная ситуация в тот момент. Ну, в общем, любой гонщик из 173 сегодня может переодеться в желтую майку, включая Дегенколба, для которого, в принципе, развязка достаточно подходящая. Но даже, даже вот эта 800-метровая гора на Дженкин-Роид, которую часто тоже включают в разнообразные крупные представительные национальные состязания. Пик Дристик, есть Пик Дистик. В принципе, он очень популярен для проведения разного рода соревнований. И вот там, в окрестностях Шеффилда, на этой стене может остановить практически всех. А это все-таки уже за 5 километров до финишной черты. 10,8% градиента. Протерпит ли это Дегенколб, сумеет ли он проломать эти 800 метров достаточно эффективно, это совершенно не факт. В общем-то, любой там просвет 2-3-5 секунд, он достаточен для того, чтобы переодеться в майку заветного цвета. И почему вот гонка началась настолько относительно размеренно и настолько, может кто-то скажет, скучно, бессобытийно. То есть отпустили стабилизирующий отрыв, эти 7 человек постоянно держали определенный просвет. И группа сама этого хотела, и группа сама давала им возможность оставаться в пределах примерно 2 минут. Впереди за 90 километров. Всем понятно, что по идее даже на том же самом Моссе, их могут догнать просто в одно движение. Но это сейчас не нужно. А там потом дальше все будет достаточно бесконтрольно. К сожалению или к счастью, там даже массированными усилиями какой-то одной команды проконтролировать все бывает достаточно сложно. И в этом прелесть, потому что пойдут импровизации, пойдут рискованные действия. И в Шеффилде мы почти со стопроцентной вероятностью получим нового человека в качестве лидера генеральной классификации. По-прежнему все начинается со слова «кот», хотя это, естественно, французский термин. Но Вильгельзе, выливатель, наверное, был бы рад, что все переименовали на такой манер. Но на самом деле сами англичане так эти горки никогда не называют. Ну и здесь вот вы видите, на Рыпендене как-то совсем и не поехалось выигравшему предыдущую гору Каменеру. Но тем временем Арнудемар, которому, надо сказать, не везет. Либо не везет, либо какие-то все-таки проблемы с трубками вот этой вот партией. Но прокольщиков, в принципе, очень многие французские команды почему-то по этой весне часто запомнились тем, что собирали проколы. Далее просвет небольшой Пурито Родригесу. Но я не думаю, что он, естественно, вылетел надолго. Восхождение продолжается. Что такое Рыпенден? Это всего-нешего 1300 метров основного подъема, но со средним градиентом 8,6%. Правда, он такой нестенообразный все-таки. И это несколько удобнее для тех, которые привыкли тележить в гору больше, чем дергать. Каменер, естественно, приехал. То есть, ну, на определенный момент у него подступило немножко. Пульс взвинтился, он завис. Тут же вернулся. И, к счастью, обнаружил, что желающих подергать нет. А так вообще достаточно смешная ситуация. Если со стороны смотреть, на самом деле, если ее терпишь, то ничего смешного в этом нет. Штука в том, что на самом деле очень часто выстреливать со спины же не видишь, как человек себя чувствует. А выстреливать человек, это может быть его последняя или предпоследняя атака. И это просто такая судорога, как говорится. И, тем не менее, он очень мощно атакует. Ты начинаешь лезть за ним, а он мгновенно кончается, а твои силы потрачены. Вот в данном случае нужно, нужно, в принципе, хранить холодную голову, понимая прекрасно, что весь основной чистокол гор впереди. А осталось еще шесть подъемов разной категории, включая обманчиво низкокатегорийный Джанкин Роид. Четвертой категории, но почти одиннадцатипроцентный при этом. Ну, вы видите, что треку все-таки хочется оставить у себя эту, безусловно, очень почетную майку. Понятно, что Фокт сегодня ничего не собирает. И понятно, что он расстается с этой гороховой майкой. Хотя вчера очень активно поучаствовал в церемонии награждений. Очень, наверное, был расстроен тем, что гонка была очень медленной, и поэтому мы исчерпали свое время в эфире. И поэтому моменты награждения Йенси остались в основной трансляции, остались за кадром. Но о чем я вам и говорил, что все-таки Кофедис заточен под отдельные этапы, под долгие отрывы и под борьбу за майку имени Давида Монгутея. А вы знаете, насколько здорово он выступал всегда по горной номинации в Уэльте, правда, не этой гонке. Ждем подтвердения. Да, Лимон. Лимон берет два очка. В преддверии еще одной горы. Буквально он сейчас спускается и пойдет снова. Гритланд. Называется горка длиной 1600 метров. Со средним градиентом 6,7%. После этого спуск и постепенный набор-набор-набор к подножию Холм-Мосс. И это уже будет серьезно. Вот там момент истины, во-первых, для отрыва, потому что, в принципе, его особо уже там пасти, мне кажется, не будут. И там в группе пойдут, я надеюсь, пойдут все-таки уже активные действия. Гармин выходит вперед компактно. Сегодня в гонке, кстати говоря, прикончил я, к сожалению, свой 500-й. Потому что он, видимо, там то ли с батареей что-то был. Не знаю. Он постоянно авто останавливался, потом авто запускался. Записывал полную чепуху. И я сначала по нему постучал. Он никак не отреагировал. Постучал посильнее. Но в гонке все гипертрофировано. И, в общем, расколотил я его экран. Ну, а замена экрана, в общем-то, в таких штуках, это практически тянет уже на целый компьютер. Поэтому придется давно запланированный апгрейд до 510-го произвести немедленно. Ибо мы немножко, как фистерные собаки, без информации перед носом. Мы уже далеко ушли от Марко Пантани. И идти только на ощущениях. Такое очень дискомфортное ощущение получается, когда ты не видишь своей частоты сердечных сокращений вообще в тренировочном режиме. Когда ты не видишь своей скорости, не видишь частоты педалирования. Тоже очень важный момент. Хотя ты ее чувствуешь, конечно. Но иногда стоит подглядеть. Как информподдержка всегда очень даже неплохо работает. Не разбрасывайте личное имущество. Сейчас еще в колеса кому-нибудь попадет. Что это там такое? Лежало. Болельное орудие или просто какой-то рулон бумаги, не знаю. Но удалось его, к счастью, проехать. Всем Демар никак не вольется. Ну, сейчас вот на этом спуске, конечно, доберет. Ну, и проблемы у Шиллингера, который, по-моему, набрал... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok